Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Сергеевна Спиридонова. Ну. Что такое? Евгения Сергеевна, это вы? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Меня зовут Дмитрий Владимирович, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Дмитрий Владимирович, фамилия как у вас? Ивлеев. Ну, отлично. Значит, что? Записали фамилию мою, Евгения Сергеевна, все хорошо? У меня идет запись Розеора. Прекрасно. Это вообще хорошо, Евгений Сергеевна. Конечно. Нашу пользу только. Да, конечно. Напомню, я Дмитрий Владимирович, банк Восточный, департамент взыскания. Цель звонка, кредит ваш, суперкэш от 13-го года на 365 тысяч, 809 дней не оплата. Мало того, был суд, документы у приставов возбудили исполнительное производство, 229-й федеральный закон. Поэтому банк выставил требование сегодня, либо завтра, до двух дня, закрыть добровольно кредит, 698 тысяч рублей. Ходатайство об обеспечительных мерах пресечения мы готовы, чтобы приставы, наконец, приступили к принудительным мерам. Да, конечно. Евгения Сергеевна. А что такое, чтобы приставам что-то указывать делать? Вы судья? Вы не судья, вы никто, молодой человек. Вообще-то 112 статья. Да хоть кого-то. Успокойтесь, не смейтесь. Жива, что беда, Евгения Сергеевна. Так это ты успокойся, ты уж смотрю, нервничаешь, начинаешь что-то там пыхтеть, кряхтеть. Я не начинаю нервничать. Вы брали кредит, чужие денежные средства, обязались платить никак иначе. А тебе завидно? В смысле завидно, Евгения Сергеевна? То есть вы платите, а я работаю, у меня нет долгов. Вот завидите, лучше так, Евгения Сергеевна. Смотрю, ты работаешь на бабской работе. Какая работа, Евгения Сергеевна? На бабской работе работа. Да я бы смотрел на вас, но съездили бы с утра. Звонишь, трынешь. Только телефон и можешь трынеть. Но больше у тебя ни ума, ни образования не хватает. О, Евгения Сергеевна, образование есть, ум есть, успокоились. Ну вот так работай, да. А то, что вы товаровед, уставай. Я не товаровед. Евгения Сергеевна, в руки себя взяли, нормально разговаривали. Да я помню, как мне было. Я нормально, я в отличие от тебя нормально разговариваю. Вообще не напрягаюсь. Ну? Вам все нормально, может скорую вызвать? Да мне все хорошо. А ты что врач, чтобы мне диагноз ставить? Вызывать мне скорую, не вызывать. Ну вообще-то я не врач, если бы был врачом, он сам бы приехал. Ну и все так, приехал. А скорую вызывают люди, которые не имеют никакого отношения к медицине. Вам понятно? Ну и все. Ну, ты мне непонятненько ебил, блядь. Понятненько. Нет, 5.61 кодекс об административных правах нарушениях и скорблений. У тебя есть важный свидетель, а ты делаешь Нижнего Тагила. Успокойтесь. Да я спокойна. Евгения Сергеевна. Взяли кредит, теперь на себя злитесь, там, наверное, на зеркало кидаетесь. И что и меня обвините в этом, что не умеете деньги зарабатывать. Мне на вас насрать, цветок в колокольне. Но это на себя, это вы с собой стали так говорить? Нет, я вам говорю. Вы же там сидите в своей жопе в клаке. Что-то там гавкаете, тявкаете на всех. С ветернями. Вы с собакой там разговариваете? Это ты с собакой, да, это ты собака. Гавкаешь, тявкаешь. Евгения Сергеевна, я человек, у меня паспорт есть. С собаками не разговариваем. Да, ты что, у тебя паспорт есть. Офигеть. Гомо саппиенс недоделанный. Ну, что я тебе расскажу? Ты мне помолчать позвонил? Смеялись. Смеялись, нормально все? Да, мне хорошо. А вы знаете, что смех без причины, какая ситуация проблемная? Нет, у меня ждет. В общем, суд... У меня-то есть причины как раз с вашими сказками смеяться. Об вашем бреде, вот над вашим бредом стояться. Вы должны были. Какой бред, вот можете отмечить? Да, я всем прощаю. Дальше. Слушай, ты мне скажи, ты зачем пошел работать? Ты мне скажи, ты зачем пошел коллектором работать? Я не коллектор, я сотрудник в банке. Да ты коллектор. Да кого ты сотрудник в этой коллектор? Ну, на ты не переходили, я сотрудник в банке. Ты мне звонишь, и я буду тон разговора выбирать. Ты мне звонишь, и я буду выбирать тон разговора. Как мне с тобой разговаривать? Я с быдлом по-другому не разговариваю. Том, и ты... Это разные вещи. Каждую выдру... Ты дру на вы, что ли, называть? Успокоились. Смотри, что я могу сказать. В гражданском... Нет, спокоен. Вы успокоились. Ты успокоились, как баран. Вы стоите. Ты, что ли, тонкая нормальная. О, Господи. О, Господи. Ебил меня, сфальдируй. Евгения Сергеевна, успокойся. Я тебя не буду зверить, зверить, лупа. Ох, да. Че замолчал? Испугался, что ли? Вас испугаться? Да это вы успогаетесь. Вы зверзаете вас. Испугайтесь. Орать там будете, не по-треть. В суде и так далее, конечно. Я ради за всем орать. Орут только идиоты. Вот ты вот идиот, ты орешь все время в трубку зачем-то. Я вот спокойно разговариваю, а ты что-то орешь, пока надрываешь. Смотри, что я могу сказать. Суд был по гражданскому профессиональному фодексу. Отсрочка не предусмотрена. Все, может быть свободен дальше. Кто у вас там свободен? Ты можешь быть свободен, говорю. Плачу тысячу рублей, может быть... Кто? Я? Я не пойму. Сама так нельзя разговаривать. Ясно? Да, да, да. Ой, ой. Я смотрю пока... Завтра до двух дня вы обязаны закрыть 698 тысяч. Никому ничего не отримечу. Иначе... Ну, понимаете, присылок получит ходатайство от нас. Ну, дальше что? Приступят к принудительным мерам пресечения. Ну, так они уже были господи. Арестуйте ваши счета, чтобы вы деньги вообще не получили, чтобы хлеб даже не купили или алкоголь. У нас такую ерунду только в алкогольном опьянении люди говорят. Ой, я смотрю, тебя в пукан разорвался. Я нервиски. Дива, Валерьянович. А, смотрите, смешного ничего нет. Каждое ваше слово действует. Это репутация на ваших родственников. 15 лет кредита не возьму, 217 федерального закона о кредитных историях. Слава Богу! Матвей Павлович в детском доме будет жить. Вот это да. Слава Богу, что он будет в детском доме жить. А ты будешь сидеть по 163-й уголовного кодекса вымогательства. И плюс еще... Вымогательства нет. У вас есть долг. Ерунду не говори. Вот это ты ерунду не говори. Мудила с Нижнего Тагилана. А вы берете чужие деньги и не оплачиваете. Ты сначала инвестировала, а меня пригурят. Вы на Крестьянниково, дом 16 живет, квартира 2. Все вынесут, да? Ну если не там, хорошо приставы заработать 7% по тому долгу. Да, естественно. В колонии-поселении будете жить. 163-й статья уголовного кодекса. Два года лишения свободы. По какой? По 315-й? По 60-й. Цифры есть. Не крик, а цифры, да. 1-6-0. Не смеха, а 1-6-0. Жалко мне Матвея Павловича. Как вы за ним ухаживаете. А мне жалко тебя, ебище ты родное. 3 года, а вы вот с ним матом разговариваете. Он уже с 3 годом матом, наверное, разговаривает. Как вы, Евгений Сергеевич. Ничего, лишаться позором родительских прав. Он с тобой разговаривает. Придурок ты. Это не издение, Сергей. Это, во-первых, Малычу я сказала. Да, нет, ты даже меня не детестировал. Я тебе все паспортные данные предоставила. С тобой сейчас разговаривать совершенно чужой человек. Ты рассказал третьего. Ты, Евгений Сергеевич, заткнися рот. Рот заткни свой. Не замолчу. Да вы кто, чтобы меня затыкать. Да не пойду я. Пошел ты в жопу. А что тебя дать тебе туда посылать? Вы уже больше нервничаете. А теперь, чтобы я пикалал, а сами там уже с ума сходят. Не, я же смотрю, что ты там в жопе и так сидишь. Хрен тебя туда посылать. Откуда вы знаете, где я сижу? Наоборот, чистое помещение. Кредитание. Все хорошо. Вы так говорите, как будто я на помойке сижу. Ну, у вас такая фантазия. Да, конечно, на помойке сидишь. День что-то, работу бабскую себе нашел три дня по телефону. Позор. Завидуете, что ли, Евгений Сергеевич? Я такой работаю. Юридический вуз нельзя, да? Ну, бывает, что. Куда деваться-то? Все, куда деваться. Теперь ерундой страдаете. Хотите жить в грязи какой-то, все про грязь что-то говорить. Давайте по поводу долга вашего поговорим. Куда деньги-то дели? Я не знаю, что дальше. Дальше. Ему, что все продадут. Единственное, жилье продадут на торгах за сущие копейки. О, да ты вообще законов идиот не знаешь. Точно, ты тупой существо. Я закон вам предоставлю муниципальное жилье. Ты тупой существо. Ну, можно. Муниципальное жилье. Да как где-то у меня жилье-то нашло. Зеркал. Вы песню уже поете про себя? Вы так себя ненавидите? Вы существо в себя считаете? Ты тупой существо. Почему? Я с Дмитрием Владимировичем. Ты, Дмитрий, ты дебил. Ты дебил. Ты дебил. Потому что я звоню по поводу вашего долга. А вы... Какое жилье продать, придурок? Ты мне скажи. Муниципальное жилье вам предоставят. Ты, придурок, как его могут продать дебил? Я сказал, что муниципальное жилье вам предоставят. Как? Берут и продают, обменивают. Судебный пристав потом с помощью вашей ерунды ездят на хороших джипах. Это у тебя штанах ерунда. Продают на сущие копейки и там. Ты слышишь? Это у тебя штанах ерунда. Вы что были? У меня в штанах ерунда? Я вот, извиняюсь. Я у вас ум была. Я просто по твоему разговору и уму поняла, что у тебя в штанах ерунда и в голове. Ой, Юлия Сергеевна, у вас какие-то проблемы. Прямо боюсь, что отклонение. Смотрим, все там хорошо. Дайте мне мужу телефон, я ему позвоню. Потому что с вами страшно разговаривать. Вы опасны для общества. В штаны в какие-то лайки собираетесь. Еще что-то там. Юлия Асфальтированная, сказочный олень. Ты сказочный олень, звезда Ютьюба. Дальше. Что еще скажешь, мудак? Вы так мужа ненавидите? Вы его так зовете? Что он вам сказал-то? Пусть я себе вообще низко умение смотрю. Евгения Сергеевна, я что вам могу сказать? 198 тысяч вы обязаны оплатить. Я никому не обязана. 749 обязаны. Нет, не обязаны. Ну, надо было включать, когда 18 лет исполнилось. И начали ходить, делать, думать, говорить, подписывать документы. А не знаете Конституцию? Стыдно. Значит, оплачиваете кредит. Отбывайте наказание в колонии-поселении. Выезжайте из нашей страны. Да, обязательно. Сам иди в задницу, дебил, не асфальтированный. Не пойду, Евгений Сергеевна. Не пойду. Не пойду. Может, после вас... Сходи к проктологу. Куда? Это тебе привычнее. Да. Сходи к проктологу. Ой, Евгений Сергеевна, такой бред. Тебе там очков будут спилить каждый день. Тебе будет доставлять удовольствие. Это может твоя... Евгений Сергеевна... Потому что это постоянная поза твоя, привычная. У вас такой бред в голове. Откуда это у вас? Нет, это у тебя бред в голове. Это ты такой ахинейный такой вообще. Ахиней какая, простите? То, что вы брали кредиты, надо отдавать, подписали. Нет, что мне там опишут, что у меня опишут. Так, слушай меня. Смотрите ситуацию. У тебя все пока взорвался. Все дела. Ты слушай, я о чем-то на 20 минут разговариваю. Клади уже с руку, придурок. Не положу. Разговор специально записывается, чтобы уголовное судопроизводство было на нашей стороне в полном объекте. Также взросло уклонение от кредиторской задолженности, 177-я статья Уголовного кодекса. Смотрю, как там органы опеки попечить, что заперет Матвея трехлетним. А вы будете... Как ты мне 177-ю решил применить, дебил? Дебил, ты мне скажи, как ты 177-ю решил мне применить? Ты как ее применить? Ты знаешь законы? Ты не знаешь законы. Ты ее мне даже применить не можешь. Придурок. Ты знаешь, кому она применяется? Это организациям и техникам, долбоеб. А я фиг в лицо. Чудила ты. Ты сначала закон-то прочитай нормально, а потом... Вот вы бред несете просто кошмар. Это ты кошмар. Я сейчас возьму 30 миллионов и платить не буду, и буду нести такой бред, как вы, и все с этим суммом. А кто тебе, долбоеб, дает 30 миллионов? Ты мне скажи. Кто тебе дает такому долбоебу 30 миллионов? Да даже 200 тысяч. Что хотите сказать? Возьми 30 тысяч, жопу подотри, иди дальше. Не пойду, только после вас, когда вас в колонии поселения отправлю, буду спать спокойно, чтобы вы, Матвея, не мучаете, и непосредственно все будет нормально. Понимаете, разговор записывался. То есть, смотрите, бездействие пистов идет. Вот, удерживать они не должны, иди на разу должны взыскивать все до последней копейки, что есть. Пусть заставляет вас работать в колонии поселения. Павел Николаевич, в основании 145-й статьи семейного кодекса, пусть платить гребит. Учителем вам в жизни больше работать не будет. Да, конечно. Что еще ты мне? Ты мне уже угрожаешь, отлично. Я сегодня в милицию сдам это все. Все это запись. И тебе будет привет из прокуратуры. Ты понял, долбоеб? Нет, не понял, а он учитель, а непосредственно берете кредиты и не выплачиваете кредиты. Положи трубку. Оскорблять не буду, ложить я трубку. Ложи трубку. Я ложить не буду, я с вами буду разговаривать. Илья Сергеевна, перевожу вас на оплатную линию. Для разговора отправим в прохранительные органы, чтобы орган опеки попечительства приехал к вам и лишила вас позором родительских прав. Вы опасны для общества и для Матвея вашего. Вам все понятно? Неурновешность, это плохо, Евгения Сергеевна. Не пойду. Оскорбление выплатите мне штрафы. Позором. Дебил, посоль в жопу. Дебил, посоль в жопу. То есть, разговоры записываются, сами понимаете, изменять договор нельзя, хотя, наверное, не понимаете. Изменять договор нельзя, 310-я статья Гражданского кодекса платить частично нельзя. 311-я статья Гражданского кодекса. В общем, такое предложение можно вам предложить, до завтра оплатить 449 тысяч рублей, просрочка с очередным взносом. Это намного меньше, чем 698 тысяч, когда там слезами будете полы мыть для судебных приставов. Евгения Сергеевна, такой уступок вас устраивает? Пошел в жопу. Почему, Евгения Сергеевна? Пошел в жопу. Вы что, входите туда часто или что? Нет, это ты там сидишь. И не вылезай оттуда. Не знаю, про что вы там говорите. Смотрите, что я могу сказать. Да ты ничего не можешь. Ты ничего не можешь сказать. Потому что ты тупор. Что я не могу? У меня ни одного долго нет. Я сейчас плачу. А то, чтобы вы взяли кредит, взяли мясо, выпивку. Выпивку. Я не знаю, что я молча. С ума сошли, зачет банка и так далее. Я вам соболезну. Господи, я тебе соболезну, что ты работаешь на такой дебильной работе. Я тебе так соболезну. А почему плохая работа, Евгения Сергеевна? За шлакой же, коллекторами работают. Вот, ноутбук взяли сегодня. Ноутбук взяли и продали прямо сейчас. Иди и продай свой ноутбук. Куда идете сегодня? Во сколько? Иди и продай. Во сколько? Пока к присталу, вернее, позвонили. Во сколько? Сегодня звоню вам в текущий номер чека. Какой номер чека? Во чем? На следующую неделю Матвей отправится в детский дом. Тебе плохо, да? Не плохо. Да тебе плохо. Ты там об стену бил. Ну Матвей, я смотрю, ты с утра об стену долбанулся, и у тебя мозги поплыли во все стороны. И по смете все так страшно, как вы смеяли. Сперидонов Матвеев Павлович вырастет, и у меня есть фамилия. Потому что... Аж по-русски разговаривать не можешь, долбоеб. Павлович, что еще скажешь? Ты как еще скажешь? Мужак, не могу. Откуда вас таких берут, сказочные колени? Вот, я такого же мнения про вас имею в виду. Все про тебя. Потому что чужие деньги берете, и потом вините всех. А на самом деле вы ленивые. Работать не умеете. Говорить умеете только грубо. Вы даже меня оскорбить. Вы меня даже оскорбить нормально не можете. Так я уж тебя пустила ниже принципа. Вы скажите что-нибудь без мата, без смеха. Нормально, культурно. Слушай, ты вообще такой дурак. Я даже ни одного матерного слова не сказала. Все культурно было. Это ты там что-то себе напридумывал. Что-то там сказки какие-то. Так себя низко пустила. Сказки, Евгения Сергеевна, сказка это у вас. Понимаете? Сказка у меня. У меня все прекрасно. А то, что вы приходили на ты и с лидером. Да, я с чего-то не разговариваю. Потом в ютюбе выставляю. Я на вас еще деньги зарабатываю на дураках таких. В ютюб меня выставить сегодня, Евгения Сергеевна. Дмитрий Владимирович. Сказочный дебил. Так и будет написано. Прекрасный Евгений Сергеевич. Ну давай, родной Сергей, что еще скажешь? Фамилия неправильная. Ивлев. Ивлев. Будет дебилев. Господи, вес Ивлева будет дебилев. Дальше. Дальше что, Евгения Сергеевна? Давай. Не будет оплаты. Хорошо. Ничего хорошего в этом нет. То, что вас удерживают по одной тысяче рублей, это вас не красят. С вами нормальный банк был решать. Даже мог отменить штрафные санкции Пенни. Предусмотрен 330-й статью. Ну я по 333-й их отменю потом, не переживай. Ты будь прекрасен. Не отмените Евгений Сергеевич, если в Ютуб сегодня выложить, смотрите, какая проблема. Наглость будет и позор только для вас. Для вас, да. Потому что вы берете кредиты и не выплачиваете. А людям нравится. Откорбляете людей. А людям нравится это. Каким людям нравится? Таким как вас? Хорошим людям нравится. Да. Таким хорошим людям нравится. А работодатели, представляете, в дальнейшем слушают, как вы разговариваете с людьми. Не надо нормальной работы, вас не возьмут. Так а я не собираюсь, я буду бизнесменом. Как минимум, условная ответственность уголовная у вас будет. И штраф государства будет 200 тысяч рублей платить за Евгений Сергеевич. Ну ты скажешь мне, Олень. Вы будете принудить на работу. И орган опеки и попечительства к вам приедет. Обязательно. Обязательно, конечно. И ростники злые на вас будут. Конечно, да. А вашего венега это не возьмут. 15 лет. 217-й федеральный закон о кредитных историях. Все сказал? Ну давай, пока. Нет. Давай, пока. Нет, Евгения Сергеевна, нет, я с вами не прощал. Не прощал. Пока. Сегодня какие деньги вы достаете? Я тебе так понравилось. Куда вы занимаетесь и продаете? Я записываю данные разговоры в правоохранительные органы, его отправлю. Давай. Давай. Что вы, Евгения Сергеевна, даже голос у вас стал как-то помягче. Немного испугались? Нет, я не испугалась. Господи. Право сознания стало как у дееспособного гражданина? А мне на страть на тебя. А что стало? А мне на тебя на страть. Вот. Я вот чай пью. Мне хорошо. За счет банка. Что насчет банка? Чай пить. Нет, за свой счет. В городе Можга на крестьян... На крестьянниках. Слушай, ты даже выучит русский язык. Научись нормально разговаривать. Что я сказал? Ну и что? Ну Евгения Сергеевна... Можга у тебя в голове. А у меня город Можга. Понимаешь? Можга, поздравляю. А я в Можской республике не был, не собираюсь там быть. Живу в Москве. Если завидуйте, завидуйте, как говорится, молча. Да и не приезжай. Смотри, Евгения Сергеевна, здесь то... Ну я понял, там и так достаточно, не работают, только кредит берут и... Да, берем кредиты на яблевые банки дальше. И тут полную ерунду. Да, ерунду. Дальше что? Как и ты, говорим полную ерунду. В чем я вам сказал... В чем я вам сказал... Где я сказал ерунду? Все, что ты сказал, все ты сказал ерунду. То есть вы хотите сказать, что Конституция Российской Федерации, Гражданский, Процессуальный Кодекс, Гражданский Кодекс Российской Федерации, все законы, которые я называл, это ерунда? А, конечно. Прямо скажите. А, нет. То есть вы в Ютубе. Прямо скажите сейчас на аудиозаписи Передонова Евгения Сергеева. Я считаю, что это ерунда. Я тебе не попугай-придлог. Это ты, попугай-придлог. Не надо меня оскорблять. Да ты, Казе, знаешь, а что сейчас с тобой делать, Господи? Приходится только оскорблять. Вот с чистой совестью оскорбляй. Даже нигде не екнет. Смотрите, что я могу сказать. У меня уже 20 минут уже смотрите, что я могу сказать. Ну что ты можешь... Да, давайте я третий раз скажу, вы опять смеете. Сейчас вам скажу то, чего смешного в этом нет. Исход, он неизбежен, как и в каждой истории в этой жизни. Ай, как страшно. Страшности здесь нет, я вам не пугаю. Это вы что-то там пугаете, тысячу платить, еще что-то. Если там один знакомый у вас где-то работает, это как бы не красится. То, что у вас муж учителей непосредственно вы вместе не платите кредит, это тоже не красится. А он что-то заемщиком не является. Потому что муж учителей должен знать закон. Он что-то заемщиком не является. А он еще целитарно ответственность в статье 45-й семейного поля. 45-я статья относится к тем, кто является заемщиком, либо поручителем. Это тебе ясно. Он должен был думать, когда ходил в ЗАГС с вами. Он должен вам в первую очередь. А вы должны нам. Значит, вы вместе что должны? Логика, понимаете? Нет, у тебя логики нет. Как и ума. Дальше что? Если честно, уже надоедает с вами разговаривать. Я тоже надоедаю с вами разговаривать. Мне тоже надоедаю с вами разговаривать. То, что товароведом с грузчиками работали, вы не столько масок. Да, то это тебя не красит. Не знаю, я чужие деньги не беру. Если беру, то отдаю. Вы взяли, вы признались, вы. Я взяла, я нет. Сейчас когда-то что отправляем. Давай. Приспус со всеми текающим последствиями. Деньги они это прочтут. Второй год, второй год уже отправляете. Арестуйте счета все ваши, чтобы деньги вообще никуда не уходили. А ты откуда у меня? У меня их нету счетов. Ему что все вынесли. Коммунальный счет, заработный счет. А коммунальный как они арестуются? Все дураки были. Увидите, Евгения Сергеевна, посмотрите. Смотрите практику судов. Скажечный олень. Скажечный олень. Вы в сказке оленей что ли там находите или что? Вы что-то употребили или что? Смешного ничего нет. Нет, ну, поздно. Что я вам могу сказать? Да ты мне уже третил, что я могу сказать? Что я могу сказать? Да я тебе ничего не могу сказать. Трубку ложить я не буду. То, что вы бизнесмен, значит, сегодня звоните своим там конкурентам, компаньонам, с кем там бизнесом занимались. Знаете, мне их номера, я с ним поговорю. Да. Что с вами произошло? Почему так негативно, неадекватно стали относиться ко всем вопросам, особенно к Матвею и оплатить кредитам вашим. Знаете, у меня их номера? Номер мужа. Что я тебе дать? Побольше тебе не дать? Два раза. Деньги, средства в банк оплатить. Что, угрожаете? Нет, не угрожаю. Я тебе предлагаю, иди убейся от стенку два раза. Это будет, значит, для угроза будет только то, что для угроза. Зачем она тебе нужна? Ты только ртом и можешь ей работать. Понимаешь? Либо жрать, либо трендеять. Больше ничего. Ни на больше она у тебя не способна. Евгений Сергеев, в общем, такой вопрос. Вы кредит когда собираетесь. Да ладно, все, давай, пока мне надоело. Сегодня, в течение часа, мы с вами не прощаемся. Идиот.